Бисмиллахи рахману рахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля расули ллах, ва аля алихи и ассахбихи и аджмаин, амма баад. Продолжаем чтение книги Рисалятунфибаэнни Таухид, то есть послание относительно разъяснения Таухида, которое принадлежит Перу, шейха Мухаммаду бнабдил-Вахаба, рахматуллахи алейхи, ва нафа анабиа и лимихи фиддарай. Последнее, на чем мы остановились, это его слова. Поняв вот это, то, что мы прочитали выше, ты узнал, что Таухид, который они отрицали, это Таухид поклонения, Таухид айбада или Таухид аль-Улюхия. Которые многобожники в наше время называют али-Атикат. Вместе с тем, что они поклонялись Аллаху ночью и днем. Хауфан ватамаа, страшась его и надеясь на него. Сумма минхум. Но вместе с этим из них были те, мэн яд уль-малайка. Они Аллаху поклонялись. То есть, шейх хочет сказать, не думайте, что многобожник это тот, кто поклоняется кому-то, кроме Аллаха. Нет. Многобожник даже тот, кто поклоняется кому-то вместе с Аллахом. То есть поклоняется Аллаху, а наряду с ним еще кому-то. Тоже это уже многобожие. Многобожие. Так ведь? Многим господам посвящают поклонение. То есть. Что говорит. Из них были те, кто вызывал к ангелам. По причине их праведности и близости ко Всевышнему Аллаху. Чтобы они заступили за них. Из них были те, кто поклонялся праведным людям. Как допустим, лад. Или же пророкам наподобие Иисуса. И ты узнал, что пророк сражался с ними, несмотря на это. И призывал их к искреннему поклонению Аллаху. То есть, чтобы уединили Аллаху в поклонении. Как сказал Всевышний Аллах. Воистину, места поклонения принадлежат Аллаху. Так не взывайте же никому наряду с Аллахом. Или же не поклоняйтесь же никому вместе со Всевышним Аллахом. Аят из какой суры? И Аллаху сказал, ему принадлежит истинный зов. То есть, мольбы по праву адресованы должны быть только ему. И Аллаху сказал, что ему принадлежит истинный зов. Продолжение это говорит о тех же, кто взывает кому-либо помимо него. Те, кому они взывают, не ответят им ничем. Не способны ничем им ответить. Они подобны тому, кто протянул свои ладони к воде. Для того, чтобы вода достигла их рта. А никогда она его не достигнет. Вода это никогда до рта не достигнет. И мольбы, и зов неверующих являются ничем иным, кроме как заблуждением. То есть, Всевышний Аллах говорит, мольба по праву должна быть адресована только Аллаху. Те, кому они взывают помимо Всевышнего Аллаха, не ответят им. Не смогут им дать то, что они просят их в своих мольбах. И они подобны человеку, который хочет попить воды, руки туда тянет, но вода никогда сама в рот не придет. И говорит, такие мольбы являются ничем иным, как заблуждением. Слава Всевышнего Аллаха. Кроме того, кто распростер свою ладонь к воде. Ученые говорят, как бы два тавсира. Имеется ввиду, что тот, кто вызывает кому-либо, кроме Аллаха, кто не заслуживает этого. Они ему не ответят. Подобен человеку, который направил свою ладонь. То есть, раскрыл свою ладонь. Имеется ввиду, тот, кто к воде подошел, вот так ладонь раскрыл. И пытается раскрытой ладонью набрать воды. Разве что-то на ладони останется, вот на раскрытой? Нет. Другие говорят, который пришел и вот так тянется к воде. Но не берет, просто тянется. То есть, вытянул свои руки к воде. Бас и только фейхи или альма. И хочет, чтобы вода сама пришла. Тоже не будет. То есть, или так, или так, понимается. Но результата не будет. Точно так же, как вода сама не придет. Либо не останется на ладони. Либо сама в рот ему не попадет. Точно так же, те, кому они взывают во имя Аллаха, не ответят на их мольбы. Не в том, что они просят их наделить ребенком. Не в том, чтобы они просят их излечить, может быть, себя или своих родственников и так далее. Ни в чем абсолютно. Не способны они, потому что на это. Когда я заболею, он тот, кто меня лечит. Аллах. И ты узнал, что пророк сражался с ними с целью, чтобы религия принадлежала только Аллаху. То есть, чтобы все поклонение было адресовано только Аллаху. Абеты все только Аллаху посвящались. Просьбы о помощи в тяжелых ситуациях были адресованы все только Аллаху. Все виды поклонения только-только Аллаху должны быть направлены. И ты понял, что их признание только лишь Таухиды Рубубии, что из себя представляют, уже говорили, не ввело их в ислам. Что их направленность со своими поклонениями к ангелам, пророкам, к приближенным, к угодникам, Аллаху Субхану Хвата Аля, желая их заступничества или их приближения, именно это то, что сделало дозволенными их кровь и их имущество. Вот по причине, чего Прокслям с ними сражался. И вот теперь ты понял, в чем суть Таухида? Не того Таухида, потому что они, представители многобожия, также пишут книги, толстые книги, и называют их книга Таухида, переполненная ширком. Нет, мы говорим не о том Таухиде, как вы его понимаете и хотите понимать. Мы говорим о том Таухиде, с которым пришли посланники. И о том Таухиде, который как раз таки отвернулись, от признания которого отвернулись многобожники. Именно этот Таухид является смыслом твоих слов. Говорит, Илях, воистину Илях, слово Илях, слова Ла Илях Ла Аллах, то есть объект поклонения, у них считался тот, к кому они направлялись с этими делами. Иляхом считался тот, кому они адресовали свои поклонения. Независимо, будь это ангел, пророк, угодник, дерево, могила или джинн. Многобожники не понимали слово Илях, как творец, или же как наделяющий, или же как управляющий. Они не понимали слово Илях. Нет, действительно, многобожники, даже во времена Пророкса, понимали слово Илях, как тот, кому поклоняются. Вот. В наше же время понимают слово Илях, как что? Когда говоришь, какой смысл Ла Илях Ла Аллах? Говорят, нет творца, кроме Аллаха. Мы хотим сказать, то есть вы отождествляете слово Илях и творец? Они говорят, да, что такого? Но говорят, Субханал, многобожники времен пророка лучше знают свидетельство Ла Илях Ла Аллах, чем ты. Они отказались свидетельствовать, а ты свидетельствующий не знаешь. Они отказались, потому что знали. То, что это свидетельство будет от них требовать уединения Аллаха в поклонении Что если они его скажут, они должны будут делать А что делать, то, что требует это свидетельство А что требует уединения, отрицания всех объектов поклонения Будь то ангел, джин, вали и так далее, угодник, кутб, шейх Как хочешь называй, никому, кроме Аллаха, они это знали Поэтому шейх хочет сказать, что они понимали И не имели ввиду под Илях творец, управляющий и так далее Они подтверждали, что все это Аллаху единому принадлежит Как я уже до этого тебе сказал Однако они, говорит, имели ввиду под Илях То, что многобожники наших времен имеют ввиду под фразой Сайед Они говорят, наш Сайед даровал то-то Мы у нашего Саида просим Наш Саид такой-то, Саид и тому подобное Вот как брат отметил, когда мы биографию шейх Мухбиля читали Мы говорили, что в каждой деревушке был свой Саид В котором они взывали, который и так далее, и так далее, и тому подобное Вот и шейх говорит, то есть хотите, если Илях это Саид То есть, когда, если вот вашим языком разговаривать Вот когда мы говорим, когда мы вас призываем к Ла-Иляха Иллялла Мы призываем вас не к тому Они говорят, зачем он нам говорит Ла-Илях? Мы и так подтверждаем, что Ла-Илях Лялла Мы же и так Ла-Илях Лялла говорим Что он твердит и твердит нам одно и то же А мы-то видим, что они не воплощают это Ла-Илях Лялла Кто-то одному поклоняется, вторую, второму Противоречит Ла-Илях Лялла В чем проблема? Проблема в том, что они понимают как и думают, что мы от них хотим, чтобы они признали, что нет Творца, кроме Аллаха или управляющего. Они говорят, да мы и так так говорим, что нет Творца, кроме Аллаха и так далее. Мы говорим, хорошо, если хотите вашим языком, под имеется ввиду имеется ввиду если уж на вашем языке говорить, они говорят, подожди, так Саид, это же те, кому мы поклоняемся. Мы говорим, вот об этом речь, вот поклоняться никому нельзя, нельзя кого-то избрать себе Саидом, опять же говорю, вашим языком говорят, нельзя избирать себе Саидами никого, кроме Аллаха, а вот тут уже проблема начинается. Да, да, да. И явился к ним Пророк, призывая их к словам Единобожия. И требовал он от них воплощения смысла этих слов, а не просто лишь голословного произношения. Когда Пророк Саламат Мушарик, он говорил, скажите, не просто он сказал, скажите, просто вот услышать. Имел ввиду, примите, воплощайте в жизнь то, что требует от вас это слово, его смысл. И многобожники, и джухаль, то есть времен доисламского невежества, которому он был послан, мушрики, знали то, что Пророк Саламат Мушарик желает от них этими словами, чтобы они уединили Аллаха в своем тааллюк, чтобы сердце связывали с Аллахом Единым, поклонение только Ему адресовали. И что им придется проявить неверие во все то, чему они поклоняются, то есть, вальбараутуминху, и отстраниться от этого всего. Они это понимали. Ведь когда он им сказал, скажите, они сказали, Аллах передает их слова в Кур'ане. Неужели он хочет сделать все наши объекты поклонения Едимым? Воистину, это удивительная вещь, говорили. Когда ты понял, что невежественные кафиры даже знали это? Говорит, удивительное положение того, кто заявляет о своем исламе, говорит, что они не претендовали на ислам. А удивительное положение того, говорит, кто претендует на ислам и знает истолкование этих слов, и не знает истолкование этих слов даже того, что знали невежественные кафиры. Или считает, что произнести слова, суть заключается только лишь в произношении букв, вот этих фраз, слов арабских, без того, чтобы иметь какое-то убеждение в сердце относительно смысла этих слов. Где это появляется? Допустим, где-то кому-то надо там никах прочитать или еще что-то. Говорят, ну ты должен ислам принять. Он говорит, а что надо сделать, чтобы ислам принять? Ля-илях ля-лла сказать. Он говорит, да проблем нет, ля-илях ля-лла. Ну все, давай, теперь совершаем никах. Субханал, он даже не знает смысла этих слов. Он не имеет уверенности в них, само собой, если он не знает смысла. Он не понимает, к чему эти слова вообще его призывают и так далее. Думает, что просто лишь, вот этот человек, который ему так сказал, он думает, считает, что просто лишь произношение достаточно. Что это какие-то просто слова, как вот какая-то красивая арабская фраза, которую можно красиво каллиграфией написать где-то, повесить на стену и так далее. Нет, в Аллахе, братья, ля-илях ля-лла, это то, по причине чего Аллах все создал. Все, что нас окружает, только из-за ля-илях ля-лла было создано. Аллах направляет стольких пророков и посланников только из-за ля-илях ля-лла. Разные писания, и Таурат, и Инджиль, и Кур'ан последний, только из-за ля-илях ля-лла были. Это великие слова, братья, ля-илях ля-лла. Это даже в Аллахе, знаете, наверное, хадис, да? Интересно, когда... Такой случай был, когда во время пророка, саллиллаху алейху ассалям, один человек, если не ошибаюсь, что-то украл. И когда его спросили, говорит, это ты украл? Он сказал, клянусь тем, кроме которого нет иного объекта поклонения. И сказал, клянусь тем, кроме как клянусь, что ля-илях ля-лла, говорит, я этого не делал. И пророк сказал, то есть смотрите, ложно поклялся Аллахом, что он не делал того, что он сделал, но поклялся посредством чего? Посредством таухида. Ля-илях ля-лла. И Аллах смотрит, я простил ему то, что он сделал. То есть ложно поклялся Аллахом. Нарушил эту клятву. Но в этой клятве применил что? Ля-илях ля-лла. Это великие вещи, братья. Ля-илях ля-лла все прощает. Что бы человек ни делал, вот иногда даже, субханаллах, ну вот кто-нибудь рассказывает, или сам сталкиваешься с какими-то ситуациями жизненными, и думаешь, субханаллах, как скверно поступил человек. Или там каких только убийц нет. Что только не делают. Иногда бывает, говорят, волосы дыбом встают. Мурашки по коже начинают идти. Такие скверные поступки люди делают. И думаешь, вот Аллах это прощает или не прощает? Прощает. Но самая великая причина прощения ля-илях ля-илях ля-лла. Поэтому надо правильно приоритеты расставлять. Всегда у человека в приоритете должно быть ля-илях ля-лла, единобожие. Если оно есть, все, иншаллах, все остальное исправится без неляхи та'алла. Вот относительно приоритетов. Вот это надо понимать. Поэтому, как передается от Абдулла ибду Масхуда, то, что он сказал, знаете вы эту фразу? Он сказал, поклясться Всевышним Аллахом, субханаллаху ата'алла, и соврать намного любимее и приятнее для меня, чем поклясться кем-либо кроме него и сказать правду. Понимаете, да? То есть часто же, субханаллах, люди говорят, ну он же такой правдивый, ну он же такой хороший, он никого не обижает. Ну да, ширк делает, но подумаешь там вот так. Нет, не так, субханаллах, сахабы не так были. Они говорили, поклясться Аллахом, то есть проявить таухид, и соврать, да, грех совершить, соврать в этой клятве лучше для меня, чем правду сказать, но не Аллахом поклягшись. Мафом, потому что в первом ширк, поэтому я говорю, приоритеты, таухид всегда в приоритете должен быть. И у сахабов так было, и у нас так должно быть. Насаллах, аль афия. Знаете, да, хадис? Ну вот, немножко этот передышка. А тем более вот наши времена, когда пандемия, не пандемия и так далее, корона, не корона. Мы однажды, порок салям, когда одного человека увидели, болел он, или что-то настигло его такое. И порок салям сказал, неужели он не просил Всевышнего Аллаха афия? То есть это великая дуа. Порок салям удивился, он сказал, а что он, афия не просил Всевышнего Аллаха, ахуат аля что ли? То есть надо просить всегда афия. По утрам, вечерам у нас есть дуа. А так ведь на салям, а салям, аль афия, фиддуни валь ахира. Аллаху мейня, а салю каль афу валь афия. И порок салям так же велел, сказал, салю ллах аль афия. Просите Аллаха афия. То есть благополучие, исцеление, целостности. Фиддуни валь ахира. Поэтому вот эта дуа, а салю ллах аль афия, фиддуни валь ахира, можно добавить. Важная дуа. К чему я все это? Просим Аллаха афия. И таухид всегда должен быть в приоритете. Так обратно идем. Цепочку мыслей обратно восстанавливаю. Шейх говорит то, что недостаточно только лишь произносить слова ля аль ахляла. Они несут в себе какой-то смысл. Они что-то требуют от тебя. У них есть свои условия, у них есть свои столпы. Все это должно быть соблюдено. Однако люди в наше время, Субханаллах, считают, что это просто произношение каких-то слов. Валь хавику минхум. Я зонну, анна ма'наха ля яхлюку, вала ярзуку, вала юхи, вала юмит, вала юдабберу ламра, илля Аллах. И самый смышленный из них, то есть самый проницательный из них, считает, что смысл слов ля аль ахляла, это ля халика илля Аллах, или ля розика илля Аллах. Это еще более-менее такое, то есть хотя бы, который со смыслами считается, думает, что нету Творца, нету Творца, кроме Аллаха, или же нету Владыки, кроме Аллаха, или нету оживляющего, нету умышляющего, нету управляющего, кроме Аллаха, что ля илля Аллах несут в себе вот этот смысл. Нету, говорит, блага в таком человеке невежественные кяфиры. То есть нету блага в таком человеке неверующие невежды, более осведомленные, чем он, относительно смыслов ля аль ахляла. То есть какое благо может быть в том человеке, если даже, который заявляет о своем исламе, но неверующие люди лучше знают об его исламе, чем он сам. То есть осведяйтесь в частности, имеется в виду. Бимана ля аль ахляла. В смысле слов ля аль ахляла. Фаиза арафта ма культу ляк ма арифата кальп, ва арафта ширк билляхи, а лязи кал Аллаху тааля фихи, инна Аллаха ля ягфиру ан юширка бихи, ва ягфиру мадуна залика лиман яша аль ая. Когда, говорит, ты узнал и понял, истинным познанием сердца, проникся, то есть, что такое Таухид. И понял ширк, относительно, что такое ширк, то есть относительно которого Всевышний Аллах, субханаху тааля, сказал, ва ясна Аллах не прощает ширка, но прощает то, что менее этого кому пожелает. И когда ты познал суть религии, истинную суть религии, из которой Всевышний Аллах послал посланников, с самого первого до самого последнего, и суть той религии, помимо которой не принимает Всевышний Аллах, субханаху тааля, иной, и когда понял, что, оказывается, большинство людей-то находится в неведении относительно этого, либо неправильно толкуют, либо неправильно понимают вообще, считают, что не несет никаких религий, здесь ты из этого должен излезть себе два урока, должен понять две вещи. Ты должен возрадоваться, возликовать, даже я скажу, щедрости Всевышнего Аллаха и Его милости, которую Он проявил тебе. Как сказал Всевышний Аллах, Скажи, Мухаммад, по щедрости Аллаха и по Его милости, пусть этому они возрадуются, вот этому радоваться нужно, что Аллах объяснил, показал тебе, дал понять, тавхид, это лучше, чем все, что они собирают, это лучше. И здесь, наверное, как нигде, вот эта фраза подходит, то есть кто-то же начинает говорить, вот этот человек такой, такой, он знает то-то, то-то, этот имеет то-то, то-то, у него такое-такое имущество есть, у этого такой-то, такой-то чин есть, этот такое-то, такое-то положение занимает, и так далее. А если ты на них посмотришь, в плане религии не знают, или как Аллах говорит, знают только вот эти внешние какие-то дуньявыские вещи, а религию не знают. И вот здесь, как нигде, вот эта фраза, пусть она немножко пафосная, подходит как что, можно знать многое, но не знать важного. Действительно, можно знать много вещей, быть просвещенным, но самое главное не знать. И поэтому есть Аллах. Лишил тебя, может быть, чего-то из имущества. Может быть, нет у тебя какого-то положения. Ну, ты вот обычный-обычный человек, вот, как самый простой. Но ты понял, таухид, в Аллахе, абшир, абширахи. Возрадуйся, знай, что это милость, Аллах, субханаху, по отношению к тебе, что ты понял то, что не поняли, укаляву бани адам, разумные, самые рациональные люди мира сего, и так далее, как они себя называют, с тремя-четырьмя высшими образованиями. Не поняли, а ты понял, почему Аллах тебе милость проявил, ты должен знать это. Скажи по милости Аллаха, и по его щедрости, вот этому пусть радуются. Радуйся, брат, что ты муахид, что ты единобожник, да, может быть, чего-то у тебя нету, что есть у других, может быть, чего-то ты не знаешь, не осведомлен, там, в каких-то вещах и так далее. Однако ты знаешь самое главное, для чего ты был создан на этот свет, это таухид. То есть, первый урок ты должен извлечь, что понять милости Всевышнего Аллаха, также второй урок, ты должен что, проявить великий страх. Если ты понял то, что человек может пасть в куфр, то есть, лишиться таухида, только лишь по причине слова какого-то, которое выходит у него из уст, даже если он их говорит по своему невежеству, то нет ему оправданий в этом невежестве. Когда он говорит и думает, что эти слова приблизят его к Аллаху. То есть, допустим, человек просто просит что-то у джинов и думает, что они приблизят его к Аллаху. Одно слово, он ничего не сделал, просто попросил, вылетел из ислама. Вот оказывается, потому что суть ислама нарушил. И ты должен осознать, что оказывается, так легко нарушить вот это что не так-то оно просто, что это не просто сказал и все, и оно у тебя до конца жизни сохранится, и ты в рай. Постоянно, оказывается, нужно обновлять в себе. Как пророк Расуллаху алейкулассалям же сказал, сказал воистину, иман, который в вас ветшает так же, как ветшает ваша одежда, сказал, дядидуль имана фикулубикум, поэтому обновляйте иман в ваших сердцах. А как иман обновлять? Вот как раз таки, баракулуфикум, вот на таких встречах, на чтении каких-то книг, поэтому и начал с того, что даже может быть эти вещи не раз были пройдены нами, но как повторение, как повторение обязательно должно быть, обновление, как это называется-то, перезагрузка, короче, должна быть постоянно, то есть, как называется обновление? Короче, обновляйте, да. Иос все время же обновляйте, да, ведь 12 только вышел, сразу обновили. Вот точно так же здесь, постоянно, таухид, таухид, постоянно нужно обновлять. И шейх, когда сказал то, что даже если человек, говорит, говорит это по невежеству, то он не оправдывается своим невежеством, шейх имел ввиду, какой джахль? Джахль, который исходит от того, что человек отвергает, не потому, что он не знал, если он действительно не знал, то он оправдывается. Однако, если он не знал, знаете как, вот бывает, ты человеку донес, он говорит, знать не хочу, ничего не знаю, говорит, вот так, вот такое незнание имеет ввиду. Почему, исходя из чего? Исходя из общих слов шейха, мы знаем, читая другие книги шейха, что шейх говорит, что есть оправдание, что если человек не знал, если до него не дошло, то он оправдывается, даже если он какой-то ширк совершил и так далее, то есть ему оправдание. Многие братья, что некоторые слова шейха, где-то кусочек общих неясных слов поцепят и исходя из этого делают хукам на всех. Нет, все, он знает, не обязательно знание в вопросе ширка. Человек ширк, если сделал, все, если где-то в его местности у кого-то дома в пыли Кур'ан лежит, значит, Кур'ан до него дошел, до их местности дошел, значит, он тоже все понял, все, он мучрик и все. Нет, в других местах тоже дура Руссания, шейх говорит, шейх Мухаммад Азуллуха, это его слова, смотрите, говорит, Когда сказали, что шейх такфирист, он говорит, такфир выносят, мусульман за неверующих не считают, считают, что ключи от рая в его руках, и он раздает, кому пожелает, и другую-другую клевету, когда начали говорить на шейха, шейх в свое оправдание сказал следующие слова, и из них, он говорит, как же, говорит, если мы не делаем такфир, то есть не называем неверующими, даже тех, кто поклоняется, говорит, идолу на могиле Абдуль-Кадира, или же, говорит, на могиле Аль-Бадауи, даже если их мы не называем неверующими, по причине их невежества, невежества, видите, братья, по причине их джахля, говорит, что не дошло до них, не знают они, надо нар, мисканнар, или же, говорит, по причине отсутствия того, кто мог бы напомнить им, или разъяснить им, это, то что же, говорит, тогда сказать о ваших заявлениях, что вы говорите, что мы не считаем верующими тех, кто к нам не переселился, они говорят, шейх ушел, там этим занимаются, считают всех, кто хиджеру к нему не сделал, всех кяфирами считают, он говорит, нет, это не так, вы что, даже, говорит, те, кто делает ширк, если он исходит из невежества, мы не считаем неверующими, что же сказать о тех, кто ширка не совершал, а просто не переселился к нам, конечно, говорит, нет такого, это из его слов, то есть, когда я говорю то, что шейх имеет ввиду, это не потому, что я хочу, чтобы шейх вот так имел ввиду, это исходя из его же слов, просто в других книгах, шейх говорит, ты должен проявить страх, что человек может вылететь из ислама, оставить, даже по причине слова какого-то, в частности, говорит, если Аллах, субханаху ата'аля, дал тебе понять историю, которая произошла с народом Мусы, вместе с тем, что у них была праведность, у них были знания, они пришли к Мусе, алейхиссалям, со словами, сделай нам Иляха, как у них Илях, смотрите, пришли к Мусе, алейхиссалям, вот здесь у тебя должен, что еще больше страх появиться, если даже эти праведные люди, находящиеся с Мусей, алейхиссалям, вот так, то есть, такую оплошность проявили, что же сказать о тебе, ты считаешь себя, обезопасенным от ширка, как говорил Ибрахим, а кто спасся от ширка, кто обезопасился после Ибрахима, алейхиссалям, в то время, как Ибрахим, алейхиссалям, взывал к Аллаху и говорил, ваджнубни вабания наабудаласнам, о Аллах, убереги меня и мое потомство, моих сыновей, от того, чтобы мы поклонялись идолам, здесь Ибрахим, абуль анбия, просит такое дуа, что же о тебе сказать, пророк, саллил ассалям, прибегал к Аллаху, от того, чтобы делать ширк, зная, не просил прощения, сидел, не зная, и так далее, и ты должен стремиться к тому, чтобы Аллах, субханаху, от Аля, очистил, отдалил тебя от этого, и подобного этому, говорит шейх, и знай же, брат мой, анна Аллаха, субханаху, мин хикматихи, лям яб'аснабиян, бихаза тухид, илля джаалалаху, абан, знай что, Аллах, не посылал ни одного пророка, с этим единобожием, о котором шла речь, кроме как, сделал для него на этом пути, врагов, абэ, как сказал Всевышний Аллах, субханаху, абан, и таким образом, мы сделали каждому из пророков, врагов, шайтанов, из числа джинов и людей, которые наущают друг другу, приукрашивают их слова, чтобы обольстить их, это известно, также в хадисе, когда пророк, саллиллаху, алейкум, сказал о своем, пророчестве, и посланничестве, они же пришли к, и что он ему сказал, сказал, не было еще такого, чтобы какой-то человек пришел с тем, с чем ты пришел, вот то, что из таухида ты сейчас говоришь, кроме как с ним начинали враждовать, поэтому, братья, если вы это поняли, аль-хамбля, шайт говорит, восхвалите Всевышнего Аллаха, возрадуйтесь тому, что он наказал вам такую милость, но вместе с этим проявите страх, что Аллах может лишить этой милости, будьте всегда на чеку, просите дуа, изучайте, практикуйте и так далее, и знайте, что если вы будете так делать, на этом пути будут вас враги, таков закон Аллах, субханахваталля, вот никуда ты от этого не денешься, и то же самое, сказал, что кто бы ни пришел, с тем, чем ты пришел, будут враги, и Аллах, субханахваталля, в Коране сказал, говорит, и таким образом, для каждого из пророков, мы сделали врагов, из числа шайтанов, джиннов и людей, в другом аяте, Аллах, субханахваталля, говорит, и таким образом, мы сделали каждому из пророков, врагов, из числа грешников, также, и достаточно нам нашего Господа, как того, кто указывает на прямой путь, и как помощника, и вот эти враги, видите, в одном аяте, Аллах, из числа шайтанов, джиннов и людей, в другом аяте, из числа грешников, и, как сказал пророк, саллаху алейкум, не перестанет в моей общине, существовать группа, поединобожников, которые суньи придерживаются, которые на истине, и далее сказал, не навредит им не те, кто их оставил, и не те, кто им противоречит, две группы, сказал пророк, не навредит им не те, кто противоречит им, то есть, из числа их врагов, о которых мы упомянули, будь то из числа джиннов и людей, то есть, те, кто не на том, на чем они, но также не навредят им те, кто их оставил, кто на том же, на чем они, но не проявляет помощи, отворачивается, предостерегает, он сам этого же придерживается, но, что, оставил их, тоже не навредят, не надо переживать из-за этого, пророк салям об этом и сказал, сказал, не те, кто противоречит, не навредят, то есть, враги внешние, не те, кто их оставил, вроде думаешь, ну вот это же наш брат, субханалла, должен же, это почему он так делает, просто оставил тебя, но просто он все сказал, все равно будешь победоносной общиной, не смотри, то есть, внимание, апшир, апшир, и говорит, у врагов, единобожия, у тех, кто стоит, оппонентов, могут быть многочисленные знания, какие-то познания, просвещенные люди могут быть, вакутуб, они могут писать книги, так ведь, книжник есть же у нас, могут быть там, я не знаю, триллионерами, и так далее, могут писать книги, многочисленные, какие-то худжач, какие-то доводы могут быть у них, и тому подобное, как сказал Всевышний Аллах, субханаху атакуалла, фалямма жаатхум русулюхум билбайинати, фариху бима, аиндахум минал альм, а когда явились к ним посланники, с ясными знамениями, с доказательствами, с долилями, они возрадовались тому, что имеют из знания, если мы сами просвещенные, сами знаем, я историю знаешь, сколько изучал, я вот это знаешь, как хорошо знаю, и так далее, я теолог, во всех религиях спец, ты мне тут не этот, и так далее, и тому подобное, возрадовались тому, что у них и знания, как будто бы, то есть они говорят, они могут быть просвещенные, могут быть и так далее, там подкованные, кто-то может быть красноречивым, и тому подобное, не исключено, когда ты это тоже усвоил и понял, когда ты понял, что вот на этом твоем пути, ко Всевышнему Аллаху, будут враги, которые воссели, сидят на этом пути, у которых есть красноречие, знания, доводы, своего рода доводы, как сказал Всевышний Аллах, говорит, и не сидите на всякой дороге, то есть угрожая тем самым, то есть принося какую-то угрозу, избивая с пути Всевышнего Аллаха, то есть есть те, кто сидят на дорогах, а в том числе на пути, ко Всевышнему Аллаху, и избивают людей с этого пути. Аль-Ая, это аят. Является обязательно тебе, смотрите, братья, важно, является обязательно тебе, знать, познать, узнать, изучить, приобрести знания, из твоей религии, в таком размере, что было бы оружием для тебя, во время вот этого сражения. То есть мафом, да, что имеется ввиду, ты должен изучить из религии, взять какое-то знание, которое бы служило оружием, никто не выходит с голыми руками, так ведь, на войну, и так далее. Если ты знаешь, что это война, если ты знаешь, что тебя выжидают, что ждут засели на дороге, что те, кто засели, у них есть какие-то познания, что у них есть академия целая, в которой они изучают что-то там и так далее, и выпускают, штампуют кадры, если так можно сказать. А ты здесь сидишь и не изучаешь беспечности, субханаллах, и надбьешь себя в грудь и говоришь, ана саляфи, халас, И вот шей говорит, ты обязательно должен иметь вот это оружие, какое пистолет, автомат, базуку. Знание, знание, как мы же уже приводили слова шейхмокбили, не бояться вашей враги, ваших автоматов, пистолетов и так далее, так как бояться знания, потому что они знают, что вот оно, что действительно имеет силу и имеет вес. С которыми ты будешь, посредством которого ты будешь сражаться с этими шайтанами, с этими шайтанами, имам которых, который стоял, во главе которых стоял их главный, который сказал своему Господу, Я непременно засяду против них на твоем прямом пути, шайтан Аллаху Субханаху даже клянется, в предыдущих аятах он клянется и говорит, Я непременно засяду, мы же говорили, сидят, засяду на твоем пути, Затем говорит, я буду подступаться к ним спереди, и сзади, и справа, и слева, и ты найдешь то, что большинство из них неблагодарных, из рабов. То есть, шайтан засел, он приготовился к сражению, он готов и справа, и слева, и спереди подступиться, а ты окружил себя знанием, окружил себя викрами, окружил себя вот этим всем, чтобы как бы противостоять этому всему. Знак вопроса здесь. Шайт говорит, ну не отчаивайся, даже если есть враги, даже если у них есть какие-то доводы, книги туда-сюда, и так далее, и тому подобное, не отчаивайся, говорит, если ты направился к Аллаху, и внял доводом Аллаха, не каким-то философским там их доказательством, сказком, и тому подобное, нет, если ты следуешь доводом Аллаха, его разъясненным доказательством, не бойся, не печалься, Обычный простой человек из числа единобожников одержит верх над тысячами из ученых из числа многобожников, какими бы они знающими не были, единобожник, все просто, поэтому, когда многим задавали вопросы, некоторые, субханаллах, философы, там говорят, я там нашел там тысячи доводов на существование Всевышнего Аллаха, субханаху, ахуаталия, обычные старушки говорят, если он искал тысячи доводов, значит, у него до этого было тысячи сомнений относительно, говорит, Всевышнего Аллаха, субханаху, ахуаталия, или я там написал, и так далее, как познать своего Господа, пять томов книг, и так далее, обычно бедуина спрашивали, обычный бедуин, амми, Единобожник Как ты познал своего Господа Он говорил Навоз оставленный верблюдом Указывает на наличие самого верблюда Следы на песке указывают на то Что кто-то здесь прошел Говорит Все вот эти моря С их волнами Все вот эти горы С ущельями и так далее Неужели не указывают на знающего Всеведущего Аллаха Который все это создал Все просто Другие говорили Как ты познал своего Господа Говорили как Я понял что есть Господь Есть тот кто всем этим управляет По причине исчезновения Стремления и активности Что это значит Он говорит иногда мы Хотим совершить какую-то вещь И вот никаких внешних факторов На нас не влияет Но вот резко передумываем Все вот Ты только что был переполнен решимостью Я вот это сделаю Я вот туда пойду Я вот так поступлю Я вот это скажу Это И потух Все Нет не делаешь Почему Что повлияло Не заболел ты Ни холодным душем тебя никто не обрызгал Ни вкусно не накормил тебя Ничего на тебя не повлияло Ну вот хоп и пи Аллах субханахватали Отнял у тебя вот эту решимость Забрал у тебя ее Они говорили Вот то что это бывает часто Что ты настроен Или наоборот не настроен И резко настроился на что-то Как Аллах желает тебе блага Он видит что в этом деле Для тебя нет блага И забирает у тебя вот эту решимость Все Забрал Говорит таки Нет у тебя ее Желая блага Желая сохранить Может от каких-то бед тебя Он же знает Как было бы Если бы ты так поступил Ты не знаешь И Аллах проявляет милость тебе Хоп забрал у тебя эту решимость Кто это сделал Объясни мне это внешне То есть как-то вот На доказательство Ничто не повлияло Однако это так Вот так я и познал Одна из причин По которой я понял Что действительно Аллах субханахватали есть Это ответы Обычных людей Не каких-то там Докторов Магистров И так далее Обычные люди Бедуины грубо говоря Вот таким образом отвечали И поэтому шейхи говорят Обычный Амми Но единобожник Из числа единобожников Одержит верх на тысячу Из числа многобожников Как об этом сказал Всевышний Аллах Войсто наше войско Оно будет одерживать верх Оно всегда будет выше И войско Всевышнего Аллаха Будут держать Одерживать верх Как доводом И языком своими Если дословно перевести Так и будут одерживать верх Мечом и копьем То есть как физически Так и На доказательствах Физически Не всегда Не всегда власть будет у мусульман Не всегда мусульмане будут одерживать Однако доводом всегда Посредством довода Языка Донесения Доказательств Всегда мусульман Никто не сможет их В этом что Осилить Потому что их доказательства Неспосленные от Аллаха Что касается Копья и меча То есть силы Тамкина Какого-то величия Могущества на земле Да не всегда Иногда будет у этих Иногда будет у этих Мы уже это сказали Эти дни мы чередуем Один раз Одним даем власть Другим даем То есть чередуем Среди людей Но Войско Всевышнего Аллаха Будет держать вверх Всегда Посредством довода Однако Мы боимся За единобожника Который следует Этому пути Без всякого оружия Невооруженно Нет у него того Чем бы он отмахивался От врагов Отгонял от себя Хищников И так далее И Аллах проявил Нам милость Писание Которое он сделал Разъяснением Для всего Сделал прямым руководством Милостью Радующий Мусульман Как сказал Всевышний Аллах С чем бы С какой бы причиной К тебе не явились Какой бы пример Они тебе не привели Кроме как Мы явимся тебе С истиной И наилучшим толкованием Сказал Всевышний Аллах В Куране Непременно будет Опровержение этого Явное Четкое Понятное Ясное И некоторые из муфассиров Из толкователей Курана Сказали Этот аят Касается Любого довода Который приводит Приверженцы лжи До судного дня То есть Что бы кто бы не приводил Зная в Куране Есть ответ Просто в чем проблема Мы плохо знаем Куран Мы не знаем Тафсира Курана Если Умеем читать Куран Не понимаем Если понимаем То есть То без Тафсира Не знаем Если даже Тафсира Знаем Что мало Саади прочитали И тем ограничились И все То есть В нас проблема Поэтому шейхи говорит Мы боимся Единобожник Все равно Вверх возьмет Но мы боимся За такого единобожника Которого без оружия Выходит Это же вот Его проблема Он сам себя Подвергает опасности Вальхасы Итог Итог Этого всего Все что Все что Относительно Нас Сказано Помимо того То есть шейх про себя Говорит Все что вы Слышите про нас Помимо того Что мы призываем Только лишь призываем К единобожию И от Ширка Знаете что Все это Бухтан Что все это Ложь и наговор Навет На нас То есть мы этого Не делаем Когда говорят Что шейх Такфировец С новой религией Пришел Пятый масхаб Придумал И так далее Шейх говорит Вот я свою Акиду вам доношу Вот я к чему призываю Вы услышали Есть ли что-то Помимо этого Нет я к этому Не причастен Говорит И самое удивительное Что исходит От этих глав Которые противоречат нам То что Когда я им разъяснил Толкование Слов Всевышнего Аллаха И то что Упомянули Толкователи Кур'ана Относительно Слов Всевышнего Аллаха Относительно Следующих аятов Таких как Уляйка ладзина яд'уна Ябдагуна Иля робихим Ульвасиля Ихум акраб Те кому Вы вызываете Помимо Аллаха Сами ищут Средства Приближения Ко Всевышнему Аллаху Кто из них Ближе Сревнуется Этот аят Или же Относительно Слов Всевышнего Аллаха И они говорят Эти будут Нашими заступниками У Всевышнего Аллаха Или же Относительно Слов Всевышнего Аллаха Мы поклоняемся Только лишь для того Чтобы они Приблизили нас К Аллаху Еще ближе И то что Когда я им разъяснял Тафсир вот этих аятов И то что ученые сказали Которые указывают на то что Многобожники Утверждали и подтверждали И соглашались С тем что Аллах Субханаху Сказал Скажи кто Дает вам надел С небес и земли И кто тот Кто владеет Слухом и зрением И других Что они сказали Шейх говорит Когда они Эти люди Все равно Продолжили упорствовать На свое многобожие И сказали Приведите нам доводы Почему вы так говорите Я им привел доводы Говорит То что То чем вы занимаетесь Этим же занимались Многобожники Они говорили Те же слова произносили Вы говорите Они наши заступники Смотрите Многобожники Говорили они Наши заступники Вы говорите Мы только поклоняемся Чтобы они приблизили Нас к Аллаху И они тоже самое Говорили Мы поклоняемся Только чтобы Приблизили нас к Аллаху Они тоже самое Говорили Взывали кому-то Помимо Аллаха Говорят Что это Василя Это всего лишь средство Которое приближает Нас к Аллаху Я разъяснил им Что это Василя Это должно быть Поклонение Аллаху Подчинение ему Вот то средство Которое приблизит тебя К Аллаху А не что ты кого-то берешь себе объектом поклонения вместе с Аллахом и считаешь, что это Василия, о которой сказано в этом аяте. В этом аяте не об этом сказано, привел им слова Муфасиров относительно этого и других аятов и так далее. Грубо говоря, прижал к стенке доводами. Столько доводов прижал, что все, заковал их уже. Что они сказали? Аль-Курану лая джузу ламалю бихил ляна валямфалиха. Мы и подобные нам не имеют права просто так вот взять Куран, прочитать и начать делать дела в соответствии с Кураном. Куран это, говорит, слова Аллаха такие. Как мы что, просто возьмем Куран, вот как ты сейчас вот берешь на аят и приводишь, и мы его сейчас начнем сразу так делать? Нет, нельзя. Говорят, так нельзя. Уаля бикалями ар-расуль. И просто так руководство со словами пророка саллаху алейхи вассалям. То есть, вот просто какой-то хадис прочитал и делает дела сразу, что ли, по этим хадисам? Нет, говорит. Уаля бикалями мутакад димин. И не словами первых ученых так же и так далее. То есть, это то, что шейх упомянул, как шестое сомнение, или же шестой вопрос в своей книге Аль-Усули Ситта. Шесть вопросов. В чем он заключался? Шейх сказал, говорит, они говорят, что не имеет права никто руководствоваться Кураном и делать дела в соответствии с Кураном и с Сунной, кроме того, кто является мучтахид мутлякх. Слышали такое, когда ты говоришь, почему ты так делаешь, почему ты не следуешь тому-то? Ты говоришь, потому что хадис есть такой, он противоречит. Я этот хадис прочитал, я по хадису делаю. Он говорит, ты не имеешь права по хадису делать. Ты должен делать так, как наши учителя сказали. Как ты хадисом руководствуешься? Просто так взял и все. Чтобы такие, как ты, такие, как мы, могли читать аяты и хадисы, мы должны быть мучтахид мутляк. Только мучтахид мутляк может Коран читать и понимать. Только мучтахид мутляк может хадисы читать и начать дела делать. Такие, как мы, нет, нам все слепо следуем. Мы все, что учителя сказали, что шейхи сказали, что саиды сказали, только так делаем. По-другому никак. Куран и Сунна невозможно понять. Мы их не понимаем. Да, мы читаем, но не понимаем. Говорят. Понять может только мучтахид мутляк. Мы говорим, а мучтахид мутляк каким должен быть? Когда вот мы созреем? О, мучтахид мутляк, у него такие, такие условия, такое условие, такое. И приводят такие условия, такие описания, которыми не были описаны даже Абу Бакры и Умара. То есть такие, так обуславливают, нереальные просто-напросто. Нереальные. Мы говорим, а с чего вы это взяли? Кто вам сказал, что Куран? Потому что Куран непонятен. Аллах Субханаху Аталя в Куране говорит, Поклоняйтесь единому Аллаху и не предавайте ему сотоварищей. Кто-то что-то не понял. Аллах Субханаху Аталя говорит, Совершайте намаз. Кто-то не понял. Есть те, кто не понял. Аллах Субханаху Аталя говорит, И не приближайтесь к прелюбодеянию. Что-то не ясно, что ли, здесь? В Куране аяты ясные, понятные, четкие. В них заключается суть Писания. Они содержат большую часть Курана. Ясные, понятные аяты. Кто вам сказал? Зачем они это говорят? Что мы не понимаем и так далее. Потому что, когда их прижали уже доводами из Курана, из Сунны, что еще им остается сказать? Кроме как сказать, мы не имеем права делать дела в соответствии с этим. Мы не понимаем. Понимают только мечтать мудлик, мы не мечтать мудлик. Поэтому мы так и будем продолжать поклоняться кому-либо кроме Аллаха. Будем продолжать следовать кому-либо кроме пророка Мухаммада. Отстаньте от нас. Не приводите нам доводы. Мы доводы не имеем права принимать. Мы их не понимаем. Понятно? Вот для этого. Поэтому шейхи говорят, что они сказали, мы не имеем права, мы не понимаем ни Куран, мы не понимаем ни хадисы, мы не понимаем ни слова первых ученых. И не понимаем ни слова первых ученых. Мы, говорит, подчиняемся только тому, что упомянули последние числа ученых. Тогда, говорит, я им сказал на это. Я им сказал, хорошо, я буду вести спор с ханафитом, который говорит, что он ханафит, словами последних из числа ученых ханафии. То есть они же говорят, мы только современников ханафитов, вот наших имамов, которые сейчас есть, вот их мы принимаем, их мы понимаем, от них можно брать. Хорошо, говорит, я буду сейчас современниками ханафитского масхаба. Если ты шафиит, если ты маликит, если ты ханбалит, буду приводить тебе слова современников, маликитов, шафиитов, ханбалитов. На что это указывает? На са'ат-ул-илм, на обширность знаний шейха. То, что он достаточно аятов и хадисов. Если вы не хотите аятов и не хотите хадисов, приводим вам слова первых имамов. Нет, первых имамов тоже не понимаем. Хорошо, по-вашему будем. Невсмотря на то, что мы уже опровергли эту шубху. Но шейх что говорит? Хорошо, даже если так, давайте на ваших условиях. Так, буду с вами так. Грубо говоря, вы знаете, как во время дуэли, то есть у тебя есть базука, а кто-то так, давай на ножах. Он говорит, ну ладно, давай на ножах. Базуку, автоматы, все это убрал. Ну на ножах так на ножах, я даже на ножах тебя сейчас перебарю, грубо говоря. Понятно? Ну как просто грубый пример. Вот шейх точно так же. Хорошо, говорит. Будем. Вы хотите так, я вам приведу слова ханафитов современных, слова маликитов современных и так далее. Буду только посредством этого вести диспут. На них будем опираться. Но опять же они, что и от этого тоже отвернулись. То есть, когда они отвернулись от Кур'ана, от Сунны, от первых слов, я, говорит, привел им слова. Представителю каждого течения привел слова имама их же течения. И привел им то, как они высказывались после того, как засвидетельствовали проявление обращения с мольбами к могилам, или же обет, посвященный могилам. То есть, когда современные имамы ханафитов, современные имамы маликитов, современные имамы шафиэйтов и ханбалитов увидели то, что делается возле могил из ширка, из мольб, обращенных к ним, из обетов, они тоже высказывались. И шей говорит, все, я привел им эти слова, современников. Хотя мог привести и предшественников, и аяты, и хадисы, и так далее. То есть, он знал и это, и это, и это, и это знал. Когда они узнали это, поняли, утвердились в этом. Однако не прибавило это им ничего, кроме как отвращения. То есть, все равно ушли, все равно отвернулись и не приняли. Он так и есть. Это же только оправдание. То есть, они говорят, нет, нет, нам нужно, приведи нам аят, приводишь аят. Нет, приведи нам хадис, приводишь хадис. Нет, приведи нам славу первых имамов, приводишь славу первых имамов. Нет, приведи. Ну, что это? Как шейх Аль Альбани Рахматуллахи Алей говорил, желающему истину достаточно одного довода. Не желающему истину, упорствующему, сколько, хоть как дождь, если будет литься доводами, они все равно что? Возьмут зонтик и сухими останутся. Такфир, шейх говорит, что же касается вопроса такфира. То есть, когда говорят, а, шейх такфировец был. Шейх направо-налево всех кафирами называл. Не считал за мусульман. И другую клевету, которую возносят хабашиты, суфисты и так далее на шейха. Вот он сам отвечает. Вот его слова, у которых есть и снат. Он действительно это говорил. Он говорит, что касается такфира. Я считаю неверующим того, кто познал религию посланника. После того, как узнал, изучил и понял эту религию, все равно начал ругать эту религию, поносить ее. Начал запрещать людям следовать ей. Начал враждовать с теми, кто придерживается этой религии. Вот таких я действительно считаю неверующими. Ну, а как иначе? Ну, большинство общины нашей, говорит, мусульман, не такие, не такие. Что касается сражений, то есть говорят, что их нападает, и детей, и всех убивают. То есть кошмарили, кошмарили. То есть как Мухаммад Абдул-Вахаб, как бабайка был какой-то. Бабайка придет и так далее. Сейчас то же самое. Вахабист. Мухаммад Абдул-Вахаб такой был и так далее. И никто не знает, кто такой бабайка. Кто-нибудь видел бабайку этого? Нет, никто не видел. Вот точно так же. Кто-то видел, чтобы действительно где-то в словах шейха Мухаммад Абдул-Вахаба был такфир. Или где-то он говорил, убивайте направо, налево, никого не щадите и не жалеете. Да нет этого. Наоборот, вот он разъясняет, говорит, что касается сражений. Говорит, мы не сражались ни с кем вот до сегодняшнего дня, никого не трогали, ни одну священную душу, грубо говоря. Наоборот же, говорит, они, те, кто заявились к нам домой, грубо говоря, зашли в наши дома и просто не оставили нам возможности. Что делать, если к тебе домой с оружием пришли уже? Просто защищаешься? Что еще нам оставалось делать, говорит? Да, говорит, нам пришлось сражаться с некоторыми из них, защищаясь, то есть как бы отвращая их вред от нас только лишь. Воздаянием же за зло служит равноценное зло, сказал Всевышний Аллах в Коране. То есть, если ты к нам с мечом пришел, ну, от меча и ляжешь, как говорится, что теперь делать? Чем больше шкаф, тем грубче падает, да? Аллах Рустан. Ваказали камен джахару бисаббидини расуль, салаллаху алейху ассалям, баадама арафуху. Или, говорит, также те, кто открыто заявляет и ругает религию Мухаммада, салаллаху алейху ассалям, после того, баадама арафуху. Видите, братья? После того, как познал, после того, как понял ее. И человек говорит, да, это религия ислам, она такая-сякая. Но что про этого человека сказать? Он говорит, я не мусульманин, я ненавижу ислам. Мы что, ему скажем? Нет, 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 ты мусульманин. Так, что ли? Еще после того, как он узнал этот ислам, ладно, там, говорит, не знал хотя бы, скажешь. А он еще узнал и понял. Вот человек говорит, вот такого, да, я считаю неверующим. То есть, вот так. И я хочу разъяснить вам, что вот это является истиной, относительно которой нет никаких сомнений. И что является ваджибом доносить и объяснять это. И обучать этому как женщин, так и мужчин. Вот этому таухиду, вот этой вещи, вот тем истинам, о которой Шейх сказал. И помилует Аллах того, кто совершил этот ваджиб. То есть, тот, кто выполнил этот ваджиб. И подтвердил себе это, согласился с этим сам. Ведь воистину, тот, кто покаялся от греха, подобен тому, подобен безгрешному, как будто и не совершал он этого греха. Шейх заканчивает свое послание словами. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы ввел нас и вас к тому, что он любит и чем он доволен. Субтитры создавал DimaTorzok